Всем привет! Снова Глебский и снова здравствуйте! Сегодня я буду себе готовить замечательный легкий летний итальянский суп с цукини и тартеллини, что в принципе можно перевести как с кабачками и пельменями. Итак, продукты. Во-первых, цукини. Цукини мне сегодня повезло, я нашел такие на базаре цукини, хотя это было непросто. Если вдруг вы цукини не найдете, то можно прекрасно обойтись обычными кабачками. Единственное, я советовал бы использовать кабачки меньшего размера, потому что у них тоньше шкура и меньше семечки. У совсем мелких кабачков у них вообще семечек практически нет. И для этого блюда они подходят лучше. Потом помидоры, морковка, розмарин. Розмарин пахнет просто невероятно. И вот от него прямо идет такое вот облако запаха, вот благоухает практически на всю кухню. Лук. Причем лук, вот большую луковицу я измельчу и буду обжаривать. А вот эту вот маленькую луковицу я целиком прямо со шкуркой сварю вместе с корнем сельдерея и корнем петрушки. И получится замечательный овощной бульон. Соль, винный уксус, оливковое масло, чеснок, по-моему, я назвал, не помню. И тортолини. Тортолини это такие вот итальянские, можно сказать, пельмени. У меня сегодня тортолини с грибами. Просто такие были в магазине. На самом деле начинки могут быть какие угодно для этого супа. Чем можно заменить тортолини? Тортолини можно, в принципе, наверное, заменить равиоли. Чего я не советовал бы делать, это заменять тортолини пельменями. Сейчас производят такие пельмени маленькие, размером, ну, практически, как эти тортолини, но проблема вот в чем. Дело в том, что для тортолини, вот для теста, которое завернуты тортолини, используется мука из твердых сортов пшеницы. И при варке, скажем так, вода не сильно замутняется, и получается такой полупрозрачный суп. А для пельменей используется тесто из муки обычных сортов пшеницы. Соответственно, когда вы будете варить, то будет мутная вода, будут плавать ошметки теста, ну, совсем не должен быть. Хотя, при желании, конечно, можно все что угодно. Я назвал все продукты, и можно начинать готовить. Процесс приготовления супа начинается с того, что в котлюлю с холодной водой закладываем нарезанный корень сельдерея, целиком вот эту вот луковицу, прямо в кужуре, нарезанный корень бедрушки, и целиком зелень петрушки. И варим замечательный овощной бульон. Бульон закипел, и теперь я туда добавляю одну чайную ложку соли с горкой. Кто любит более соленую пищу, можете две. Ну, на мой вкус, одной чайной ложки с горкой будет вполне достаточно. Своеобразным мерилом размера овощей при нарезке является размер тортелли. То есть, овощи должны быть нарезаны кусочками, которые примерно вдвое меньше размера тортелли. Овощи должны быть нарезаны кусочками, которые в кастрюлю в кастрюлю в кастрюлю в кастрюлю в кастрюлю в кастрюлю. Необходимо подготовить помидоры. Для этого с них надо снять шкурку и вычистить семечки. Чтобы снять шкурку, надо сделать маленький разрез крест-накрест сверху помидора и опустить в кипящую воду. Так как у нас сейчас варится замечательный овощной бульон, то дополнительно воду можно не кипятить, а опустить помидоры просто в кипящий бульон. Бульон, кстати, от этого только выберут. Продолжение следует... Выливаем 2 столовые ложки. В нагретое масло кидаем сразу лук и морковку обжаривать. Когда закипел овощной бульон, то можно начинать готовить тортеллини. Для этого берем другую кастрюлю, высыпаем тортеллини, заливаем кипящим бульоном, включаем нагрев и варим. Варим примерно столько, вернее не столько, сколько указано на упаковке, а чуть-чуть меньше. Почему чуть-чуть меньше? Потому что тортеллини обычно откидываются на тушлаг, а в данном случае они будут еще находиться в горячей воде и доготавливаться. То есть вот у меня, допустим, сейчас написано 15-18 минут, я буду их варить примерно минут 12. Музыка Музыка Когда цукини уже прилично обжарились, но еще не совсем готовы, добавляем туда нарезанные помидоры, нарубленный розмарин, розмарин, она так, чтобы нарубленного было примерно столовая ложка. И выдавливаем 2-3 зубчика чеснок. Музыка Тортеллини поварились 12 минут, а теперь их вместе с бульоном выливаем в смесь овощей и даем им все вместе повариться еще минуты-две-три. Музыка После того, как я вылил тортеллини в овощи, оказалось, что жидкости немножко мало, получается слишком густой, и я его разбавлю оставшимся бульоном. Музыка Настало время уксуса. Значит, когда выключили суп, и он чуть-чуть постоял, то есть он еще горячий, но уже не кипящий такой, добавляем 2 столовые ложки красного винного уксуса. Музыка Ну и осталась заключительная и самая волнующая часть, это попробовать, что и как я себе сегодня приготовил. Музыка Странное дело, я ел такой суп в Италии, но мне почему-то кажется, что вот тот суп, который я себе сегодня приготовил, он вкуснее. Более, конечно, у меня просто не развит вкус, и я не мог бы понять, что тот итальянский суп был значительно лучше, но почему-то мне мой нравится больше. Очень вкусно. Такой хороший летний вкусный суп. Очень рекомендую. Ну вот и все. Если вам понравился мой сегодняшний суп с кабачками и пельменями, то ставьте лайки, нажимайте на кнопку подписаться. А на сегодня новостей больше нет. Всем большое спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует...